Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж, очередной четверг у нас на календаре и обновление и старт нового сезона. К сожалению, обновление не глобальное, то есть у нас по сути там ничего особо не докачивалось, а значит база данных не поменялась, что на самом деле меня немножечко печалит, но я надеюсь, что это канале просто опять что-то там провтыкали, вот, и обновление с докачкой и со всем остальным будет у нас просто немножечко позже, возможно в следующий четверг. Стартует у нас шестой сезон, вот такую картиночку Konami нам под все это дело сделали, ну и видео, я думаю, вы смотрели в моем телеграме, я трейлер сезона сбрасывал, да, кстати, если ты не подписан, то ссылки в описании в закрепленном комментарии, там же мой чатик, ну и естественно моя личка в телеграме, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, я тебе могу с этим помочь. Итак, дают нам бесплатную круточку на бразильские клубы, как я понимаю, в этом сезоне как раз бразильские клубы у нас и будут в одном из соревнований, ну в общем, в общем, давайте смотреть, давайте смотреть, чего нам вкусного, интересного и красиво сюда завезли. Так, у меня, блин, правда всего 210 монеток на счету, поэтому команду недели крутанем два раза, ну да ладно, главное, что мы ее обсудим. Значит, по соревнованиям, вот как раз бразильские клубы у нас здесь и есть, да, появились, так, значит, что у нас по наградам? Бразильская лига, кик-ков компания, понятно, что у нас по наградам? Нас, естественно, интересуют они, не просто, что так мы матчи катаем, 50 монеток тут у нас стандартно, все, да, голден гол появился, блин, честно, в голден голе мне дико нравится оформление, сделано красиво. Так, программа тренировок, программа тренировок, ну в общем, такое себе, такое себе, не самые лучшие награды минимум. Японские клубы тоже вот 6 дней еще у нас будет длиться, тут мы можем забрать, а, еще 50 монеток, ну уже неплохо, скажем так, с паршивой овцы хоть шерсти клок, поэтому уже неплохо. Ну, естественно, бразильские клубы с бесплатной круточкой на команду недели, японские клубы с еще одной бесплатной круточкой. Ага, то есть, мы еще и просто в ивентах сможем две бесплатные крутки на команду недели получить. Слушайте, ну неплохо, неплохо, но остальное, остальное все понятно, остальное все понятно. Не так много ивентов, ну, кстати, на самом деле, немножко больше, чем раньше было, я бы так сказал, поэтому за это Канаме спасибо. Вот она вся бразильская компания, значит, специальный логин, презент, это мы получили, да, крутка бразильских клубов, дальше в компании еще две крутки можно будет получить, там, кстати, всего три игрока в этом паке, я понимаю, тур ивент два раза командной недели, да, это мы увидели, и еще там 100 монеточек. Ну, неплохо, точнее так, не то, что сильно неплохо, скажем так, просто пусть будет, да, пусть будет, назовем это так. Пропуски у нас обновились, значит, можно в пропуске получить Сабаслая с позиции центральный полузащитник, и можно получить Лукмана с позицией оттянутый форвард, не знаю, насколько вам они нужны, поговорим про этих ребят завтра вместе с ребятами с номинальной контрактой, они у нас тоже обновились. Так, за очки Ефутбол, по-моему, здесь не добавили ничего, насколько я знаю, ну да, как было, так и осталось, потрясающий талант из Манчестера с одним навыком, не забуду его просто. Зато там добавили двух тренеров в наборах, и это здорово, и стоят они по 500, но кроме тренера там будет только опыт и, собственно, все. Значит, чем у нас хороших Вардиола? Ну, во-первых, у него 88 навык тренера, у него, правда, контроль мяча, честно скажу, контроль мяча у меня очень мало знакомых играет, ну, практически никто не играет в контроль мяча, вот, но, тем не менее, есть ребята, которые этим пользуются. И плюс у него усилитель на удержание мяча, плюс один ко всем футболистам. При этом совместимость, это игроки пятизвездочные получат на матче больше, короче, на 100% опыта. Я вам так скажу, прошлый Гвардиола, прошлый Кроев и прошлый Коновара там плюс 400% давали, то есть их великолепно можно было использовать для прокачки. Ну, здесь мы получаем максимальный навык, 88, на данный момент сильнее нет, вот, ну и плюс бонусы самого тренера. Здесь мне гораздо больше нравится Хави Алонса, я буду брать его себе в команду. Он у нас под быструю контратаку, 88, его бонус игроки не старше 23 лет получают за матч тоже на 100% больше опыта, и его бонус к игрокам, это у всех увеличится ускорение на плюс один. Ну, опять же, его бонус к игрокам, это плюс 11 статов, но на команду. Сильно это повлияет на игру? Я считаю, что не особо сильно, но 88 навык тут вполне себе неплохо. Кстати, у того же Зика, что называется, цена та же, а навык у него гораздо хуже, у него 83 всего владения мячом. Поэтому, ну, такое себе, если честно. Вот по поводу Зика, Зика я б не брал, а Хави Алонса мне в команду, по крайней мере, уж точно пригодится. Далее, 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 чего у нас еще? Естественно, естественно, вакцин нам, само собой, завезли, вот. Так, тут у меня еще блулук неоткрытый, значит, появились у нас англичане, англичане эпики, морской мужик, Джерард и Арнольд, вот в виде таких эпиков. Набор достаточно неплохой, плюс тут кроме них, естественно, еще будет 8 усиленных карточек, условный стол может подойти вам под Манчестер Сити, если вы его забираете с Алиба, я думаю, будет хорошим. Но, опять же, прокачки надо смотреть, так сказать, вот. Никто не ожидал, что сегодня будут эпики, эпики у нас как бы по понедельникам, а тут нам решили ввести их в четверг. Ну и, само собой, как же без жапанских эпиков, у нас тут Зика и Такахара. Не думаю, что за ними кто-то прям сильно пойдет. Само собой, а, ну вот, бесплатная круточка на одного из этих трех, плюс две еще можно будет получить, собственно, в ивентах. Ой, нужны вам эти игроки? Не нужны? Не знаю, можете написать в комментариях? Ну, я себе таких оставляю, чтобы потом просто за них ивенты проходить и как бы особо не париться. Вот, само собой, ни про какие там основные составы или близко к этому речи не идет. Вот, ну и появились у нас номинальные контракты. Это у нас Мексиканская лига, правильно? Б, Б, В, А. Вроде же Мексиканская. Еще номинальные контракты Джейлиги. И вот эти вот нас, которые интересуют. Само собой, мы их все обсудим. Кстати, обращаю ваше внимание, что Жиру, ну не просто так в перчатках. У него здесь вратарь должна быть позиция, да. Есть у него одна из основных позиций вратарь. Это вот такой, как у нас был в команде недели. Вот, короче, Жиру вратарь. Ну, если вам вдруг нужно будет и пригодиться. Номиналки тоже обсудим. В целом, как мне кажется, набор достаточно неплохой. То есть, здесь можно получить и Алабу для вашего Мадридского Реала. Вы можете Люкенга получить, Ликанга для ПСЖ. Есть Жиру для Милана. Есть Дармьян для Итера. И, само собой, есть Конселу для Барселоны. И, в принципе, честно, думал, будет хуже. Потому что в последнее время Канами с номиналками, ну, мягко говоря, жадничает. Вот. И команда недели. Конечно же, команда недели. Вильямс получает у нас 95-й рейтинг. Позиция левый нападающий, левый полузащитник, правый нападающий, правый полузащитник. Максимальный эффект усиления. То есть, он 96-м будет, да? Правильно? Ну, опять же, максимальный эффект будет работать, когда он на форме А. Ну, и плюс, если 88-го тренера ему закинуть, я думаю, он будет 99-м. А может быть, даже и 100-м. Ссорость, скорость, ускорение потрясающие. Баланс есть. Крайне слабый удар, но стабильная физформа. Это радует. А так, и дриблишко, и пасик присутствуют. Вот. То есть, скорее, стиль атакующий полузащитник, в принципе. Но, скорее, вы видите, что умение атаковать и реализация в желтой зоне, а пас все-таки в зеленой. То есть, он все-таки больше как распасовщик. Ну, хрен его знает. Так, достаточно большое количество навыков. Ножницы, обводка двойные, марселька, подсечка, ой, сколько финтов, отскокок опорной. Одиночный контроль, дальние подкрутки, пасы в разрез, подкрутка шведкой. Подкрутка 78. Ну да, ну да. Не, рейтинг высокий, так, в принципе. Уан Де Уэна. 193 сантиметра, что прекрасно. В защиту статы более-менее. Обычная физическая форма. Отличная скорость для центрального защитника и его роста. Здесь базар у Нема. Базар у Нема. Плюс, да, еще на усилителе он будет 95. А тренера еще, грубо говоря, плюс 3, плюс 4 будет. То есть, тоже 98-99 он будет. По навыкам. Навыки полезные есть. Хаверцушка. Хаверцушка с позиции центральный нападающий. Вот только недавно он у нас был в биг тайм центральный нападающий. Да, теперь вот такой вот есть. Универсальный тип. То есть, и пас, и реализация. Пас 85, реализация 86. Может и то, и то. Для нападающего хорошая дрибла. Пас для нападающего вообще прекрасный. Вот. Ну, возможно, у вас есть его биг тайм-версия. Обычная физформа. Цены добрые. Цены добрые вообще. Подсечка Роналда. Дальние подкрутки. Но финтами не перегружен, что тоже хорошо. В принципе, такой будет крепкий форвард, который умеет все. И передачу отдать, и сам завершить тоже сможет. Льюис. Штрафной до штрафной. Опорник. Да, 93. Так, здесь бустанет. Ну, то есть, от тренера 96-97. Хм. Ну, для опорника неплохо все у него с дриблой. Пасек есть. Скорость с ускорением для опорника неплохие очень даже. 170 сантиметров, конечно, мало. Корпус тоже, само собой, крайне печальный. Ну, середняковый. Честно, вот для меня максимально середняковый персонаж. Под Манчестер-Сити, если вы собираете, конечно, да. А под основной состав, я думаю, вряд ли. По остальным, ну, опять же, чисто под клуб. Чисто под клуб, если вы собираете. Конечно же, там Адли пригодится для Милана. Политана пригодится для Наполи. Но, вот, для основных составов, вот эти все ребята, ну, явно минус. Да, Уильямс и Хаверц. Ну, по сути, Уильямс Хаверц, 1-2-1 нормальный. Вот, можно попытаться поставить в основу. Остальные, я бы сказал, что, скорее, я бы проходил мимо. Вот, ладно. 200 золота у меня всего, даже 300 нет. Вот такой вот я бедный на ПК. Вот, потому что на мобилочке я знаю, как донатить, а на ПК мне что-то донатить, на самом деле, в лом. Потому что, ну, я, на самом деле, не так уж часто играю на ПК в пес. Вот. Что в ПК хорошо, здесь гораздо легче смотреть карточки и гораздо более информативно вам это все дело показывает. Ну, что ж, Уильямс мне выпадает с вот таким вот ананасом на голове. Не знаю, чисто на ПК можно попробовать потестировать. Бегать уж точно будет круто. Вот. Плюс стабильная физформа, меня это не может не радовать. Канами что-то в последнее время стабильную физформу дают очень нечасто. И это, на самом деле, больше напрягает, чем вносит какой-то баланс в нашу игру. Да, про какой баланс мы вообще можем говорить в игре. Хотя Канами постоянно заявляют, что он где-то есть. Что он где-то есть. Вратарь Монако мне выпадает. Ну, хрен его знает. Честно, вот по вратарям так скажу. Ну, всегда говорю. Блин, вратарей это полный субъектив. То есть, даже 82-й вратарь иногда может стоять так, что ты просто охреневаешь. Так хорошо по росту. Стиль обороняющий вратарь, который я люблю. Вратарские навыки, ну, все, все, 85+, реакция 84, да. Хотя прыгучий 64, то есть, прыгать он вообще не будет. Ну, хрен его знает, почему такие статы. Один навык всего. Ну, такое, такое. Ладно, вот в целом, вот такое обновление. Честно, думаю, что в следующий 4, допустим, будет дополнение к этому обновлению, да, когда обновится база данных, там, или еще чего-то. А англичан, само собой, откроем. Вот, наверное, отсюда мне, ну, морской мужик, потому что я болею за арсенал, то понятно. Вот, а, наверное, мне бы отсюда был максимально интересен Джерард. Вот, вот, 87-й, ну, ну, 102-м, 103-м он будет, вот. И качал бы я его, естественно, под центрального полузащитника, а не под опорника. Со стилем от штрафной до штрафной. Ну, в защиту будет уметь, вот. Он мне вполне интересен. Арнольд, не знаю, мне кажется, что все его карточки, это больше правые полузащитники, чем правые защитники. Ну, вот, вот, вот как-то так. Опять же, работал бы у него стиль на правом полузащитнике, наверное, да. Вот, так, в целом, хорошая карточка, которая очень будет вам хорошо помогать в атаке, но не так сильно помогать в защите. В общем, такая обнова. Тренера хорошо, новые номиналки хорошо. То, что появились сегодня эпики английской лиги, тоже хорошо. В принципе, ругать не за что, ругать не за что. Команда недели, скажем так, видели и хуже. Видели и хуже, бывало и хуже, поэтому, в принципе, нормально. Поэтому, пока что, обновлению лайк, вот. Ну, а будем ждать, так сказать, когда будет обновление с обновлением базы данных, потому что, когда у нас обновление базы данных, могут каких-то интересных футболистов вести, и мы все на это надеемся. Спасибо, что смотрели, спасибо, что пишите комментарии. Сегодня вечером выложу матчи, а то это тоже, опять, что-то немножко заработался. Вот, сил вообще ни на что не было, поэтому надо догонять, надо догонять. Само собой, англичан откроем, номиналки обсудим. В общем, далеко не разбегаемся. На этом прощаюсь, с вами был Морж, до новых встреч, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok